Аудиоверсия учебника «Всеобщая история. История нового времени. Седьмой класс». Авторы Анна Яковлевна Юдовская, Петр Анатольевич Баранов, Любовь Максимовна Ванюшкина, Москва. Просвещение. От Средневековья к Новому Времени. Вспомните, что означает термин «средние века», «средневековье». Что называют новым временем? Вы уже знаете о жизни людей в эпоху Средневековья. В те времена люди жили в условиях традиционного общества. В таком обществе духовные ценности, образ жизни, организация трудовой деятельности передаются почти без изменений, от поколения к поколению в течение длительного времени. В нем преобладает сельскохозяйственное производство, в котором занято почти все население. Господствует натуральное хозяйство, существует сословное неравенство, закрепленное законом. Личность подчинена обществу, государству. Неограниченная власть принадлежит монарху. Органы власти и управления регулируют общественную и культурную жизнь в соответствии с традициями. Одним словом, люди живут так, как жили их предки. В этом учебном году вам предстоит познакомиться с новой эпохой всеобщей истории, которую называют «новое время» или «новая история». В этот период происходит постепенное разрушение традиционного общества. Сам термин «новое время» появился впервые среди гуманистов в Италии в XV веке. Для них новым временем, временем расцвета интереса к античному наследию, светской литературы и искусства стала их современность. Люди хотели подчеркнуть, что началась другая эпоха, связанная с пробуждением умов, явлением, которое имело место не только в Италии, но и в других странах Европы. Что же дало им повод для такого противопоставления? В позднее средневековье начало меняться мировоззрение людей. Они обратились к достижениям древней античной культуры, их стали больше интересовать человеческие, земные радости. Вместо постоянной заботы верующего о мире вечном, загробном, на первый план стало выходить стремление к земной жизни и посмертной славе. Зарождалось новое видение мира. Но прежде всего усилился интерес к человеку, ибо только он наделен разумной душой. Европейцы стали чаще покидать родные места и даже отправляться в неизведанные края. И не только по соображениям хозяйственной выгоды, но из одного только любопытства, интереса к неизвестному. Огромные изменения произошли и в хозяйственной жизни. На смену натуральному хозяйству пришли рыночные отношения. История нового времени и новая история – синонимы, которыми в современной науке принято обозначать исторический период с конца 15-го, начала 16-го века. Однако по вопросу конкретных дат, начала нового времени, у ученых есть разные точки зрения. Называют разные даты – 1485 год, конец войны Алой и Белой Розы и начало правления Тюдоров в Англии, 1492 год – открытие Колумбом Америки, 1517 год – начало реформации. Но в любом случае это рубеж 15-16 веков, время позднего итальянского возрождения, великих географических открытий и реформаций. Начало новой истории не имеет точной даты, числа, месяца, года. Нельзя назвать какое-либо конкретное событие и воскликнуть «наступило новое время». Переход от средневековья к новому времени шел постепенно и долго, а в странах Востока – с большим запозданием. Это было время, когда новые черты в жизни общества, его мировоззрении, культуре, экономической и политической жизни, повседневности, существовали рядом с сохранившимися чертами традиционного общества. Завершилось новое время в начале XX века. В XVI-XVII веках общество по-прежнему оставалось аграрным, преобладал ручной труд. Но стремление людей к личному успеху заставляло их совершенствовать орудия труда, создавать новые технологии. В XVIII веке появилось машинное производство, возникли фабрики. Широкое применение техники начинается уже в XIX веке, который назовут индустриальным. От латинского слова «индустрия» – «деятельность». И общество станет называться индустриальным, так как быстрыми темпами будет развиваться техника. В этом году вы изучите начальный период новой истории, включающий в себя время от начала XVI до конца XVII века. Человек нового времени. В чем же заключалась новизна? Как мы отмечали, уже в XV веке в Западной Европе начался закат Средневековья. Господствующее традиционное общество в XVI веке претерпевает значительные изменения и постепенно разрушается. Еще в XII веке в одной из французских книг приводилось четверостишее. Молиться – клирика у дел. У рыцаря иных нет дел, как чтить других и защищать. Крестьянам надлежит пахать. Такое сословное деление общества долгое время было незыблемым. Однако уже в позднем Средневековье в недрах сословного общества начал формироваться новый тип личности. Человек, который почувствовал в себе силы для самостоятельной деятельности, способность принимать решения и нести за них ответственность. Таким и стал человек нового времени. Чаще всего эти люди происходили из незнатных слоев общества, из среды разбогатевших крестьян, ремесленников, купцов. Были среди них и представители городской верхушки, юристы, банкиры, а также небогатые дворяне. Всех их, столь разных по происхождению, объединяло одно – желание разбогатеть. Они говорили, «Богатство должно сделать нас свободными и независимыми, оно должно привлечь к нам друзей, сделать нас уважаемыми и знаменитыми». Для достижения этой цели следовало проявить активность, начать делать что-то самому, заняться торговлей, предпринимательством, поступить на государственную службу, в армию, одним словом, принять решение и добиться его осуществления. Такие люди обладали предпринимательским духом, не боялись рисковать. Среди них были и те, кто стремился разбогатеть, а затем отойти от предпринимательской деятельности, уйти на покой, вложить деньги в банк и жить на проценты. Но уже тогда появился слой предпринимателей, чей образ мыслей наиболее полно раскрывает слова немецкого купца и банкира якобы Фуггера «Я хочу наживаться, пока могу». Что связывает нас с новым временем? Новая история охватывает сравнительно недавнее прошлое. Жизнь людей этой эпохи можно изучать не только по данным археологических раскопок и древним летописям, но и по сохранившимся памятникам материальной и художественной культуры, окружающим нас в повседневной жизни. Облик многих современных городов был сформирован в новое время, оттуда же берут свое начало окружающие нас предметы домашнего обихода, некоторые образцы нашей одежды, мебели. В новое время стала складываться политическая система управления, существующая и в наши дни. Тогда же были написаны первые конституции. Произведения писателей нового времени вы изучаете или будете изучать на уроках литературы. Многие из них экранизированы. Их сюжеты легли в основу известных фильмов, которые вы могли видеть. Картины и скульптуры этой эпохи близки и понятны вам. Учебник познакомит вас с важнейшими событиями начала нового времени. Каждая его страница – это рассказ о жизни людей. Что-то покажется вам интересным и достойным подражания, что-то жестоким и пугающим, а какие-то события и поступки позволят извлечь уроки для себя. Читая каждый параграф, постарайтесь выделить в нем главное, а возникшие у вас вопросы обсудите с учителем, одноклассниками и родителями. Подведем итоги. В этом учебном году вам предстоит познакомиться с новой эпохой всеобщей истории, которую называют «новое время» или «новая история». В этот период происходит постепенное разрушение традиционного общества. В это время новые черты в жизни общества существовали рядом с сохранившимися чертами традиционного общества. Постепенно формируется новый тип личности – человек, который почувствовал в себе силы для самостоятельной деятельности, способность принимать решения и нести за них ответственность. Давайте попробуем ответить на некоторые вопросы. Когда и в связи с чем появился термин «новое время»? Почему нельзя считать какое-либо конкретное событие началом нового времени? Укажите хронологические рамки нового времени. Какие явления свидетельствуют о кризисе традиционного общества в XVI веке? Какими чертами обладал человек нового времени? Какими теми обладал человеком нового времени? КОНЕЦ ТВ КОНЕЦ ТВ